Друзья, очень часто бывает такое, когда ты приходишь в строительный магазин, вот у меня в частности, когда я прихожу в строительный магазин или гипермаркет и хочу выбрать какой-то хороший инструмент, я часто не могу получить внятные какой-то хорошие консультации. Сегодня я приехал в Макита России. В Маките сделали специальный такой демо-рум, где любой человек может приехать и попробовать своими руками какой-то инструмент, например, шуруповерт или гайковерт, и попробовать этим инструментом поработать. Вот Александр обещал мне сегодня показать, ну и вам тоже все это показать, да, как это работает, какие инструменты тут есть, как он работает, где он находится. Александр, в двух словах расскажите, пожалуйста, что такое демо-рум и что вообще человек, который сюда приедет, может здесь попробовать. С удовольствием, Павел. Ну, во-первых, всем привет. Находимся мы в самом центре Москвы, в московском шоу-руме, демо-руме. Компании Макита. Мы находимся рядом с метром Маяковская-Новослободская. Сюда может попасть на данный момент каждый желающий. Вы можете зайти на наш официальный сайт makita.ru и зайти в вкладочку демо-рум. И там оставить свою заявку. Вам перезвонят и пригласят к нам. Что мы тут можем сделать и попробовать? Ну, во-первых, тут представлен весь актуальный ассортимент аккумуляторного инструмента Макита, как и 18-ти, так и 40-вольтового. Мы можем это все пощупать, потрогать, посмотреть, посверлить, попилить. Также мы можем ознакомиться с нашими технологиями. Ну и что, самое приятное, у нас есть прекрасная мастерская, в которой мы сможем еще и поработать этим инструментом и понять, нравится он нам или не нравится. Подходит он под наши задачи или не подходит. В каких других городах есть такие фурумы? На данный момент они существуют, но пока туда не каждый желающий может попасть. То есть в этот демо-рум любой человек? То есть строитель, там не строитель? Участник, кто интересуется, любой DIY-щик может сюда попасть. Да, единственное, не просто зайти с улицы, но и через заявочку, которую можно оставить на нашем сайте. Участник. Александр, находясь у вас здесь в деморуме, я вижу у вас тут газонокосилки стоят, там пилы какие-то торцовочные, торцовочные инструменты. Насколько большой ассортимент вообще у Макита инструментов? На самом деле у Макиты гигантский ассортимент инструмента, это более 926 наименований различного, если мы говорим про аккумуляторный инструмент, то на 18 вольтовой платформе уже больше 370 инструментов, а на 40 вольтовке у нас более 50 инструментов. Это тот инструмент, который уже спокойно может перекрыть любой сетевой инструмент. 40 вольт, да? И 40, да и 18 под определенные задачи прекрасно подходят, что нам это дает, вне зависимости от сети, от перебоев света, когда они бывают на площадке, ну и это удобно, универсально. И в принципе на данный момент именно мощности инструмента нам за глаза хватает, чтобы решить любые задачи на строительной площадке. Я понял, то есть у вас есть садовая, да? Если брать по направлениям, да, главное наше направление это общестроительный инструмент, также это садовый инструмент, который у нас очень широко представлен. Также у нас еще есть клининг, это как аккумуляторные решения, так и сетевые. Так это уборка, да? Это уборка, да, это различные пылесосы, начиная даже от робота-пылесоса, который предназначен для суровых, не бытовой инструмент. И еще у нас есть индустриальный инструмент, это инструмент, который применяется на сборочных конвейерах. Ну и что еще? Даже одежда у нас есть аккумуляторная с подогревом и с охлаждением. Это куртки, да? Куртки, да, жилет. Александр, мы с вами разобрали, что у Макиты очень большой ассортимент, там разных газонокосилок, пылесосов, шуруповертов, таких пил торцовочных, даже вот есть музыка. Как теперь обычному человеку смертному во всем этом разобраться? Ну, разобраться, с одной стороны, сложно, но с другой, достаточно легко. Если мы говорим про обычного обывателя, который инструментом пользуется не каждый день, в принципе, он может обратиться или к нашему любому дилеру, который на нашем официальном сайте, опять же, указано на makita.ru, можно зайти в раздел «Дилеры». А они компетентные? Да, то есть все наши дилеры, монодилеры, они все достаточно компетентны, то есть они вам всегда помогут разберутся. Если нам сейчас попытаться объяснить в двух словах, да, людям, что, зачем и почему, мы поговорим давайте про аккумуляторный инструмент. У нас есть три линейки аккумуляторного инструмента, 12 вольт, 18 и 40. 12 вольт – это легкий инструмент для легких задач, для легкого монтажа, ну, допустим, сборка мебели. Да, для сборки мебели нам вот такая штука излишним нужна. Для этого у нас есть платформа CXT, там более 90 инструментов, там есть и маленькие циркуляры, чтые, лобзики, легкие компактные шуруповерты. Все такое легкое, для легкого применения. Если человеку нужно для дома, то она прям идеально подойдет. Даже есть там перфоратор, да, чтобы там отверстие 6-8 бурить, прекрасно. Если мы говорим уже про профессионалов, те, кто люди работают ежедневно, не выпуская инструмент из рук, да, что профессионалу нужно для инструмента? От него. Демкость аккумулятора хорошая, крутящий момент, хороший, чтобы... Наверное, чтобы он не подводил еще. Не подводил, да, чтобы хорошо работал. И если про какую-то причину он вдруг сломается, нам что, нужен хороший сервис. Что такое хороший сервис? Чтобы мы могли прийти в сервисный центр, который рядом, они очень далеко от нас, и в кратчайшие сроки, запчасти были в наличии, нам его могли починить, и мы радостно пошли дальше зарабатывать деньги. Правильно? Правильно. Для этого у нас есть 18-ти вольтовая наша линейка. Она у нас называется LXT. В ней 370 инструментов. Все, что мы практически видим здесь, за исключением двух позиций, это оттуда. Мы можем взять и ударный шуруповерт, и шуруповерт, и циркулярку, и торцовку, и лобзик. Все, что нам надо, мы там получим. Что касается аккумуляторов. Они у нас есть разные по емкости. От 1,5 А до 6 А. Большой разброс. Как подобрать аккумулятор, который нам нужен? 1,5 А аккумулятора мы можем увидеть здесь. Это однорядные лёгенькие батарейки. Они нам нужны для чего? Для лёгкого инструмента. Возьмите шуруповерт. Он лёгкий, удобный, комфортный. Работает. Он с бесщеточным двигателем. У него достаточно большой крутящий момент, чтобы перекрыть, наверное, 90% задач, которые нам нужны. Да, вот дрели шуруповерта. Более объёмные аккумуляторы 3, 4, 5, 6. Они двухрядки. То есть у них больше запаса по энергии. Мы можем работать дольше. Да, и тем инструментом, которые потребляют больше энергии. Например, да, вот с той же вот торцовочной пилой. Вот 5 Ач может сравниться 18 В с сетевым инструментом или нет? А, смотрите. Ампераж и мощность – это немножко разные вещи. Ампераж влияет только на продолжительность работы. Если нам нужно именно что-то с чем-то сравнивать, то это немножко другая история. Скажем так, вот эта циркулярочка DLS600, вот с 5 А на батарее установщику дверей сможет обеспечить сборку ни одной, ни двух, ни даже ни трёх коробок. Да, поэтому сравнивать не очень корректно. Соответственно, для более ёмкого инструмента, такие как УШМ, как мощные дрилли, как УШМки, да, надо подбирать аккумуляторы 5-6 А. Ну, это мой совет вам. Пятёрка вообще такая универсальное решение по цене и продолжительности работы, которую мы можем получить. Скажите, вот отдельно можно купить эти аккумуляторы, зарядки? Да, вообще вся философия именно нашей компании по подходу к инструменту, что мы никогда не навязываем ничего лишнего потребителя. Допустим, купили мы шуруповерт в полной комплектации с аккумулятором, зарядным устройством, вот у нас есть две батарейки и дрель-шуруповерт. Всё прекрасно. Нам захотелось купить ударную шуруповерт, да, кто-то его называет винтоверт, кто-то его называет импакт. Соответственно, ещё одна зарядка, ещё две батареи нам, в принципе, наверное, не нужны, да, поскольку они потребляют мало энергии, зарядки у нас быстрые, то есть вот эта батареечка на быстрой зарядке у нас зарядится всего за 15 минут. Это 2 Ач? Да. Что мы можем сделать? У нас есть комплектация Z, то есть инструмент, который поставляется вот в таком виде, со скобочкой, без зарядки и тушки, ну, грамотнее говорить с Z комплектациями. Если мы купили шуруповерт, ещё один у нас, и нам надо докупить следующий инструмент. Мы можем просто купить отдельно батарею, мы можем докупить ещё отдельно зарядное устройство, если надо. Мы можем докупить набор в макпаке просто зарядка и аккумуляторы отдельно. То есть вариативность гигантская. Под любую задачу можно подобрать всё. Ну, то есть если человеку нужен, если он занимается стройкой, ему нужно много инструментов, то проще купить отдельно зарядку, отдельно купить аккумуляторы и Z комплектацию. Ну, смотрите, да, тут два есть варианта развития событий. Первый, это, например, мы покупаем вот, например, такая дрель-шуруповерт наша DDF481. Она поставляется в комплектацию RTE. Там будет две 5-амперные батареи и быстрая зарядка. Всё, дальше мы можем докупать тушками, да, тушки Z комплектации наши. Второй вариант, если такой полный, под эту модель нет комплектации, есть у нас ПСК набора. То есть это наш фирменный кейс макпак, мы вам его попозже покажем. В нём будет две или четыре батареи и зарядка. И к ней мы уже можем докупать опять же Z. Если нам не надо такого большого ассортимента всего, да, мы просто берём наш любимый чемоданчик, в котором лежит зарядка, две батареи, чтите и радостно все живём. И в дальнейшем, да, мы сможем что-то докупить, если там на далёкую перспективу. 40 вольт. 40 вольт. Это наша новая линейка. Чем она отличается от 18-ти вольтовой? Ну, если мы даже подобрать внимание на цифры, вольтаж повышен в два раза. Это инструмент для высокотребовательного оператора. То есть это не значит, что он просто хочет что-то помощнее, посильнее. Только он действительно нужен. Да, если мы берём, например, УШМ, то данной модели, это модель ГА023G на 2,4-амперных батареях, мы можем непрерывно шлифовать, в принципе, потому что батарейка зарядится у нас за 31 минуту. И пока заряжается одна, мы работаем другой. Этот инструмент защищён от пыли, от влаги, от брызг. Вот это в цех, да, что называется, может быть, где человек приходит утром, берёт УШМ в руки и непрерывно ей работает. То есть это инструмент рассчитан именно на такую эксплуатацию. То есть одним аккумулятором он целый день может работать? Нам надо минимум два. Один заряжается, другим работаем. Разрядился, поменяли и поехали дальше. Как бы для 90% пользователей электроинструмента и аккумуляторного это будет полноценная замена. Да, но ценник тут, естественно, будет побольше, поскольку тут, помимо всего этого, очень много технологий. Это и поддержание оборотов, да, это, как я уже сказал, защита от пыли и влаги. Плюс тут уже и регулировка оборотов есть, и подключение к пылеудалению. Для этого это может быть избыточно, да, то есть и всегда нужна золотая середина, да, когда мы покупаем инструмент, чтобы это превратило в зарабатывание денег, а не в коллекционирование. Да, поэтому существует у нас параллельная 18-вольтовая история и 40-вольтовая. Какая тенденция сейчас вообще развития? Что больше покупать, сетевого инструмента или аккумуляторного? Ну, смотрите, наша компания несколько лет назад сделала такую классную акцию, она называлась «Аккумуляторная революция», где мы, покупая, по сути, по цене Z-комплектации, нам в подарок давали 3-хамперную батарею, быструю зарядку, которая заряжала эту батарею всего за 22 минуты. И благодаря этой акции мы немножко рынок поменяли, и люди поняли, что аккумуляторный инструмент – это удобно, в первую очередь, поскольку мы не привязаны шнурком ни к чему. Но на самом деле те, кто поработал аккумуляторным инструментом, да, на сетевой уже не очень хотят возвращаться, вкусив этого, этой прелести. Тенденция какая? Весь рынок переходит на аккумуляторы, поскольку это за ними будущее, это уже и настоящее, если честно. Поэтому сетевой инструмент, естественно, никто не забывает. Да, есть просто те места, где он не нужен, то есть нецелесообразно просто это держать. Да, конечно, там сетевой будет актуален. Ну, а в принципе, если мы говорим про кровельщиков, то, ну, наверное, вы первый, кто скажет, что шнурок на крыше – будет лишние вещи. Шнурок на крыше сейчас уже практически у нас нет. По поводу зарядок. Вот вы говорите, есть быстрые зарядки, есть небыстрые зарядки. Да, зарядки у нас существуют разные. В чем отличие? Если мы берем какую-то базовую вещь, да, вы, как говорите, и приходим в какой-нибудь строительный гипермаркет, там будет, естественно, самое простенькое решение, которое для широких масс предназначено. Они будут заряжать батарею где-то в районе одного часа. Есть у нас быстрые зарядные устройства. Они у нас обозначаются таким красивым значочком, можно будет увидеть. А, скорость типа, да? Да. В чем их прелесть, для чего они нужны? Они заряжают высокими токами. Вот, например, 5-амперку LXT 18-вольтовую. Эта зарядка будет заряжать у нас за 50 минут. 3-амперку будет заряжать за 22 минуты. Нам это дает, что у нас, если есть 2 батареи, мы можем просто непрерывно работать. Это очень удобно. Да. Еще откуда у нас берутся такие прекрасные цифры? Максимально 2 аккумулятора, да, можно поставить? Ну, разные зарядки есть. У нас есть как вот 1-портовые, есть 2-портовые, даже есть 4-портовые зарядные устройства. Да, опять же, каждый подбирает под свои нужды. То есть у нас ассортимент очень большой. Что самое классное, вот эта батарейка, у нее срок ее эксплуатации 2400 циклов заряда-перезаряда. Что-то такое гигантская цифра, если по ней придуматься. Это много, да, очень? Ну, вот как часто вы заряжаете свои аккумуляторы? Ну, строитель заряжает, наверное, каждый день. Да, то есть это 2400 дней он может заряжать эти каждый день батареи. 2400 дней, это сколько лет? Ну, если это ТЭС, 360 дней. Ну, вряд ли он 360 дней в году работает, но, в принципе, лет на... до 10 лет нам хватит этой батареи, да, если мы будем ее грамотно эксплуатировать. По поводу аккумуляторов, вот, строители очень часто любят их на ночь оставлять. Вот придет ему кирдык или не придет, если у него... Инструмент стал уже поумнее некоторых операторов. Он не дает навредить себе сам. В чем суть? У нас есть технология Star Protection 18-вольтовой линейки. Она вот такой звездочкой красивой тут помечается. Тут есть блочок электроники. В первую очередь, он не дает разрядить полностью батарею и не дает ее перезарядить. То есть, зарядка, она тоже умная, он ее заряжает и останавливает процесс зарядки. Пусть она там хранится, хоть неделю ничего с ней не будет. Для чего это сделано? Литий, тут батарейки литиевые. Он больше всего не любит чего? Полного разряда и перезаряда. От этого сами элементы начинают разрушаться. Наши аккумуляторы от этого защищены прекрасно. Плюс этот аккумулятор не дает еще перегреться сам себе. Когда мы очень интенсивно работаем, да, и аккумулятор сильно нагрелся, он просто остановится. То есть, он включится только тогда, когда его температура станет оптимальной. И еще эта технология Star Protection нам не дает перегрузить инструмент. То есть, когда, например, мы циркулярной пилой начинаем пилить и сильно на нее давим, она начинает захлебываться. Сетевой инструмент. Что в этот момент может сделать? Накрыться. Пустить дымок. Аккумуляторный инструмент такого не допустит. Он просто отключится, включится защита. То есть, аккумулятор скажет, стой, оператор, одумайся, ты что-то делаешь не так. Тем самым мы сберегаем инструмент от того, что мы его сожгли. И от высокого тока потребления пикового спасаем батарею. Соответственно, она у нас опять же живет долго и прекрасно. По поводу аккумуляторного инструмента. Если работать на улице, пошел дождик, он там намок, он как-то защищен? Наш инструмент защищен от пыли и влади. У нас есть технология Extreme Protect Technology. В чем ее суть? Это комплекс мер, которые защищают наш инструмент от попадания внутри влаги и пыли. Соответственно, под проливным дождем, под снегом, в запыленных помещениях мы можем спокойно работать нашим инструментом. То есть, ему это не страшно. Александр, расскажите про гарантию на инструмент. Потому что, я думаю, что многие люди, которые покупают шуруповерты, какие-то болгарки, они четко для себя не понимают, что такое нормальная гарантия. Ну, наша компания, наверное, на рынке России славится своей гарантией, своим сервисным обслуживанием. Ну, начнем с самого начала. Что такое гарантия производителя вообще, Павел? Ну, гарантия, наверное, это когда производитель сделает некачественный продукт. И, соответственно, ты можешь обратиться с проблемой в сервисный центр. Совершенно верно. Гарантия – это то, что распространяется на заводской брак. Что такое заводской брак? Это может быть некачественная сборка, какой-то контакт плохо соединен. Это может быть какое-то некачественное из соединений. Там, например, подшипник стоял некачественный, он разрушился в течение работы. Соответственно, наша компания Makita дает гарантию один год. Да, именно на заводской брак. Ну, если брать по нашему законодательству, в принципе, любая гарантия, она только от этого и идет. Почему год? Да, в течение года эксплуатации инструмента, любой гарантийный случай, он всплывет. Если там реально что-то беда внутри, это всплывет гораздо быстрее. Соответственно, вы можете обратиться в любой наш из более чем 400 авторизованных сервисных центров у нас по всей стране. Можете обратиться, и вам спокойно по гарантии произведут ремонт. Это же касается наших аккумуляторов. То есть, если в течение года они выходят из строя по причине какой-то заводского брака, да, их также вам меняют. Именно меняют? Да. Наши аккумуляторы, они не ремонтопригодные. Они умные, они этого просто не разрешат сделать, залезть к ним внутрь. Соответственно, в каких-то больших цифрах мы не видим смысла запутывать клиента, да, вселять в него какие-то надежды. Если человек, оператор, который работал неграмотным инструментом, да, например, перфоратором вмесил, что-то замешивал, да, перфоратор не предназначен для этого на осевые нагрузки. Для этого существуют у нас миксеры строительные. И у него вышел и строят фиксатор патрона, это не гарантия, как ни крути. А если ударный механизм, человек работает по стандарту, по паспорту написано, да, потому что работать можно там до 12-го бура, вот он работает 12-м буром, и у него перестает держать оснастку патрон, да, это гарантийный случай. Соответственно, ремонт будет произведен. А как вот узнать человек, перфоратором, например, вмесит смесь, накрывается перфоратор, он приходит, говорит, я вот дырки сверлил. Ну, в сервисном центре точно не первый год на велом свете. В принципе, конечно, ну, сервисный центр прекрасно знают все поломки, да, что-то новое сломать в инструменте сложно, все уже сломали до нас, да, и они прекрасно это все диагностируют и видят. Кстати, вот по поводу гарантии, да, у меня сейчас вспомнился вопрос такой интересный, вот, щеточный и бесщеточный инструмент. Я вот замечаю сейчас, вот, ну, уже не сейчас, но, там, 3-4 года назад, ну, первый, впервые познакомились с бесщеточным инструментом, про это что-то можете рассказать? Как вам знакомство, расскажите мне сначала. Ну, мы просто купили шуруповерт, он... Отличие почувствовали? Ну, я-то сам руками не работаю, я особо не почувствовал, но, в целом, я понимаю, что бесщеточный инструмент, он намного лучше, да? Конечно. В первую очередь, что нам дает технология бесщеточных моторов? Наш инструмент маркируется BL-мотор, если мы хотим, чтобы у нас он был бесщеточный. Если вы обратите внимание на корпус этого шуруповерта, да, он очень маленький. В первую очередь, чем они хороши, это их компактность и легкость. Они при своих меньших габаритах выдают больше. КПД нежели, щеточные аналоги, эти двигатели, они не обслуживаемые. Что это значит? У нас нету щеточного узла, у нас нету щеток, у нас нет трения, у нас нет искрения, нам нечего туда идти. То есть, они намного надежнее? Они надежнее, совершенно верно, поскольку туда не надо лазить. Тут есть блок умной электроники, который нам позволяет ими управлять. Если очень просто объяснить, если мы правильно эксплуатируем инструмент, не перегружаем его, то это практически вечный двигатель для нас будет. В этом разница? Ну, он мощнее, легче и проще в эксплуатации. Есть, Александр, у меня вопрос по поводу шуруповертов. Первый вопрос это по поводу скоростей, их две здесь. Какая скорость для чего нужна? И второй вопрос это по поводу, есть там шуруповерт-дрель, есть шуруповерт-ударный. Сфера применения этих шуруповертов какая? Окей, ну давайте по порядку. Если мы берем обычную дрель-шуруповерт, у нас есть тут две скорости. Вот она у нас сверху, такой переключатель. Всегда на шильдите у нас указано, какая скорость соответствует каким оборотам. В основном первая скорость предназначена для закручивания крепежа. То есть, если мы закручиваем саморезы, мы это делаем на первой скорости. Там в зависимости от модели, это от 300 до 500 оборотов в минуту. Это более мощная скорость, она менее низкооборотистая, но она больше крутящего момента передает. Вторая скорость, это скорость повышенная. Это скорость в первую очередь для сверления, но сверления небольшими диаметрами. То есть, если нам нужно от первого до... Если мы сверлим металл, мы это делаем на высокой скорости. Если мы сверлим, допустим, до 10 диаметра дерева, а это делаем на второй скорости, это будет более производительно и удобно. Но, если мы начинаем сверлить большими диаметрами, допустим, нам надо в древесине сделать отверстие... 16 мм. Пусть даже 26 мм. Это надо брать первую скорость. Во-первых, для чего? Мы на второй будем сжечь оснастку. Поэтому большие диаметры сверлим на первой. Я раскрою вам страшную тайну. К каждому инструменту прилагается такая классная штука, как инструкция. В принципе, если мы к ней обратимся, в ней будет все прекрасно написано. И сфера применения как можно делать, а как нельзя. К сожалению, у нас на рынке преобладает то, что все пренебрегают ей. Но, в принципе, если вы хотите долго и радостно пользоваться своим инструментом, в первую очередь, я всем советую почитать инструкцию. Там все красиво, четко и емко написано касательно кого, где и зачем нужно применять. Если мы хотим поговорить про разновидности шуруповертов, то я предлагаю нам убрать все лишнее со стола и сейчас обратиться к ним. Ну, теперь поговорим про шуруповерты. Кто они такие и с чем их едят? Ну, все самое стандартное и нам понятное – это вот обычная дрель-шуруповерт. Почему она дрель-шуруповерт? Да, у нее есть быстрый зажимной патрон. Соответственно, в первую очередь, этот инструмент направлен на сверление, поскольку можем зажать сюда сверло и им сверлить. В вторую очередь, он уже направлен на заворачивание крепежа. Для этого у него есть предохранительная мофта, которая нам позволяет не сорвать шляпку или не утопить шляпку самореза чересчур сильно. Дальше двигаемся. Следующее, что у нас бывает – это ударная дрель-шуруповерт. То есть, чем она отличается от обычного? Что у нее есть функция удара, молоточек, осевой удар. Она предназначена, в первую очередь, для сверления кирпича. Почему кирпича? Поскольку, если мы перфоратором начнем сверлить кирпич, он просто лопнет, особенно, если он пустостенный. Работать по бетону – это такое себе удовольствие, это не слишком производительное, для этого, опять же, существует перфоратор. То есть, ударная дрель-шуруповерт, она делает все то же самое, плюс функция сверления в кирпиче, ну или там в газоблоке, в пазоблоке, да, в чем-то таком достаточно хрупком. А третье, то, что мы видим, правильно это называть ударный шуруповерт. Он также известен как импакт, винтоверт, кто как его не называет. Да, если говорить по-русски, это ударный шуруповерт. Видим, да, что быстрого зажимного патрона у него нет. Соответственно, слово «дрель» к нему уже не особо применимо. Почему ударный? Тут функция удара совершенно по-другому реализована, нежели в дреле-шуруповерте. Тут тенденциальный удар. Если очень просто на пальцах объяснять, представим, что нам надо закрутить сильно гайку. Да, обычно что люди делают? Надевают ключ на нее и молотком бьют по ключу. Да, и, соответственно, проходит заворачивание. Тут такой же принцип работы. Тенденциальный удар. То есть молот бьет по наковальне, и она под своим давлением начинает его закручивать. В чем главное преимущество этого инструмента при работе с крепежом? Он очень легкий. Да, вот мы можем посмотреть. Мы можем посмотреть. Можно? Да. Причем у этого 115 ньютонов на метр крутящий момент, а у этого 175. Он его еще и мощнее. Следующее преимущество именно тенденциального удара, что у нас никогда не будет на кисть никакой нагрузки. То есть мы можем работать буквально одним пальцем, завернуть любой глухарь, который нам нужно. Тут еще какая будет у нас обратная отдача. Для этого существует такая рукоять, чтобы нас не намотало. Соответственно, это ударный шуруповерт. У него много скоростей. Ну, если мы говорим конкретно про эту модель, то это DTD-171. На данный момент это флагман 18-ти вольтовой линейки. Помимо того, что он очень маленький, компактный, отлично лежит в руке, он еще и очень умный. У него много вариантов работы. В первую очередь, это 4 скорости, которые мы можем выставить. Плюс это дополнительный режим. Это как режим работы по дереву. Режим, который нам на мелких оборотах позволяет засверлиться. Саморезом. Да, когда нам надо только попасть. А потом уже электроника сама поддает обороты, и он начинает закручивать сам. На полных оборотах. Следующий у него есть режим T1, T2. Т2, это работа по тонкостенному и толстостенному металлу. Вы как ровельщик. Прекрасно знаете, да? На какие саморезы с пресс-шайбой крепятся покрытия. Так вот, электроника сама останавливает шуруповерт, когда шайбочка чуть-чуть расплющилась. Она не дает ее расплющить полностью, то есть до идеального момента. И оператор ее не перетянет, соответственно, она не нарушится, крыша не будет течь. То есть, думает за нас шуруповерт. Мы только механически работаем. Еще режим есть по работе для типа скартончиков, когда тонкостенному металлу мы соединяем. И еще плюс режим откручивания гаек. Как это работает? Ну, поскольку тут 175 ньютон на метр... Откручивание или закручивание? Откручивание. Ну, мы можем крутить гайки спокойно, поскольку мощности ему хватает. Меняем и колеса на машине. Берем, ставим сюда перехонячок на квадрат спокойно, да, и начинаем отстреливать гаечки. Очень часто, поскольку обороты большие, когда гайка уже слетела, она может куда-то улететь. В глаз или еще куда. В этот инструмент он сам останавливается. В момент, когда падает нагрузка, соответственно, гайка у нас никуда не улетает. Вы еще так много рассказываете про крутящий момент, тоже расскажите, что такое крутящий момент, насколько это важно или не важно. Ну, крутящий момент, да, это один эксперимент показателей мощности инструмента. Для чего, как мы можем ориентироваться в нем? Грубо говоря, для большинства задач, которые мы пользуемся обычным шуруповертом, да, 35-40 ньютонов на метр, который у нас указан в паспорте или в каталоге, нам хватает за глаза. То есть мы можем закрутить до сотого самореза спокойно, мы можем спокойно работать 13-м сверлом по металлу, и там в дереве, ну, опять же, в зависимости от редуктора, там до 30-го плюс-минус диаметра. Если нам нужны какие-то более продвинутые задачи, да, например, у этого малыша 115 ньютонов на метр, что он нам это дает? Мы можем большими сверлами левиса, то есть такими длинными, 26-м, 28-м делать большие глубокие отверстия. Нам это как раз позволяет. По работе с крепежом, если мы берем вот эти малыши, тут ньютонов на метр будет много, прекрасно, да, и в шуруповертах они нужны для, там, закручивания глухарей, да, то есть если у него будет 60, естественно, он с ним не справится. Также они очень важны в гайковертах, поскольку именно затисушую гайку, чтобы открутить, нужно много усилия, и как раз вот это вот и есть ньютоны на метр. Чем больше, тем мощнее. Но главный вопрос – это целесообразность. Всегда ли нам нужно столько мощности, да? То есть наши потребители как любят? Мне нужно самое мощное, самое большое, самое крутое. Я этим пользуюсь раз в год, но пусть оно будет. Да, то есть вот такой шуруповерт для домашнего использования, даже там для половины профессионалов он не нужен. Он тяжелый, становится громоздкий, но зато мощный. То сколько? 115. 115. 115 – это много? Да. Это много. Вот порядка 40 нам будет хватать для 90% наших задач. А здесь? 175. Это тоже много, да? Это очень много. Ну, то есть это такой мультиинструмент. Мы можем и за счет того, что у нас есть регулировка скорости, крутить и там и 35-е саморезики, а можем и 200-е саморезиком закрутить. Можем пойти и гайки поснимать, а можем пойти и маленькие клопики по металлу закручивать. То есть именно тут решает не столько крутящий момент, сколько и умная электроника, которая нам все это позволяет реализовывать. Что, давайте попробуем поработать чем-нибудь? Ну, давайте. Начнем мы с DTD-171, с нашего любимого ударного шуруповерта. Какая скорость вы поставили? Я поставил вам интеллектуальный режим закручивания саморезов. Как раз мы посмотрим, как это работает в действии. Единственное, при работе ударным инструментом обязательно пользуйтесь правильной расходкой. Правильная расходка, которая рассчитана под тангенциальный удар. Обычные расходники, они будут просто лопаться. Они не рассчитаны на такой крутящий момент. Например, да, у нас есть отличный наборчик. У шуруповерта никаких проблем не будет? Нет. Ну, просто вы не сможете нормально работать. Например, у нас есть Impact Premier, наша серия. Топовая на данный момент. Но как раз мы попробуем, давайте, и работать. Легко и просто. Почувствовали, да, что он вначале на маленьких оборотах. То есть это сделано для того, чтобы мы могли засверлиться. Даже вот одной рукой, если работаем, не держим крепление. И он сам выводит его на обороты. Как, комфортно работать? Да, да. Теперь вот прямо для сравнения, сейчас сразу давайте попробуем обычным шуруповертом. Опять же, наше преимущество, да, что у нас есть одна батарея, и мы можем работать различным инструментом. То есть тут саморез уже поменьше. Тоже хорошо крутит, но разница есть. Разница, вот, да, сразу она ясна и очевидна. Во-первых, тут мы сами контролируем нажатие, сами давим, да, помогаем ему, чувствуем нагрузку на кисть. Тут всего этого нет, поэтому он и предназначен на закручивание, в первую очередь. Очень классная вещь, всем рекомендую. Теперь что, посерьезнее? Ну да, мы уже говорили, что крутящий момент, это как раз история про крупный крепеж. У нас есть небольшой глухарик. Предлагаю вторец нам войти, чтобы не насквозь. Так, какую скорость? А вот мы также можем на интеллектуальном закручивании это сделать. Так, не докрутил. Да, докрутит и утопит. Да. Соответственно, с таким крупным крепежом быстро, легко и комфортно. Если бы мы это делали ударной дрелью, шуруповертом, мы бы чувствовали вечную нагрузку на кисть и рулили. И могли бы в конце получить удар по рукам. Нагрузка на кисть вообще не ощущается. Она отсутствует, в принципе, благодаря конструкции. А если теперь его открутить? Не сможем, надо было шайбочку ставить себе открутить. Утопили слишком мы его. Утопили, да. А теперь мы посмотрим, зачем же нужна эта вещь. Как раз нам нужна для... А, для того, чтобы просверлить дырку. Отверстие. Отверстие. Говорили, что работаем большими диаметром, мы на первой скорости. Он и на второй справится, он просто спалит сверло. Какой аккумулятор сюда лучше всего? Да, давайте той же самой двоечкой, прекрасно она с ним справится. Тут уже чувствуется кисть. Да. Нагрузка идет. Ну, соответственно, мы с вами видим. Вроде все это шуруповерт. Да. Но каждый предназначен, для каждого есть свои задачи. Это для сверления крупным диаметром. Ударный шуруповерт для крупного крепежа. Ну и аккумуляторная дрель шуруповерта. Такой универсальный боец для не особо сложных задач. Александр, спасибо большое, что показали ваш демо-рум. Очень было интересно, очень много полезной информации. Теперь я немножко лучше разбираюсь в инструменте Макита. Вы хотели пару слов сказать тоже? Да. Ну, во-первых, я думаю, Павел оставит ссылочку в описании на посещение нашего шоурума, в котором можете пройти, оставить заявку и прийти ко мне в гости. Ну и во-вторых, совместно с Павлом мы хотели разыграть шуруповерт между подписчиков Павла. Вот такой прекрасный. Это моделька DF333. Она на 12-вольтовой платформе CXT. Отличный помощник для дома и даже для некоторых профессионалов он подойдет. Что нужно будет сделать? Нужно будет подписаться на канал Макита Раша на YouTube и оставить комментарий под этим видео «Хочу шуруповерт». Как вы выберете? А с помощью специальных сервисов, я думаю, мы сможем выбрать победителя. Все, тогда спасибо большое. Спасибо вам. Ждем от гости. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok